Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 11 июня 2001 год, идет бесконечная серия, чтобы она не показалась вам. Это для молодежи в основном. Поколение, которое я учил садоводству, я громко говорю, может быть, это звучит нагло, учил. Оно училось у меня по моим статьям в газетах и журналах. Теперь это поколение практически исчезло. Над нами был поставлен эксперимент по скорейшему переводу людей старшего возраста, а это сплошные садоводы, в лучший мир. Лучший мир. Я надеюсь, что они там. И неважно, сколько лет, 20, 50 или 70, тем, кто сейчас меня смотрит, для меня это садовая молодежь. Итак, продолжаем. Почему бесконечная серия? Это понятно, потому что у меня еще не рассмотрены несколько тысяч фотографий из уникального сада. Раз. Во-вторых, большинство моих наблюдений не наблюдается никогда и никем. В этом убедитесь. Не наблюдалось до меня. Гробко сказано, но убедитесь, так это или не так. Вот эксперименты, которые оставил я, они не делались никогда. А если делались, то, так сказать, получалось, что многое, половину я придумал сам, половину я повторил Мичурина. Но дело в том, что то, что я повторил Мичурина, на какой-то момент он как бы на подъеме, кто-то должен продолжить. Вот. А все это было запрещено людьми, мягко говоря, нечестными, мягко говоря, невежественными. Так случилось бы. Шла борьба не за будущее, не за то, чтобы у нас, как в моем саду, не грамма яда химикатов. Шла борьба только за власть, за посты. И вот чем кончилось. Вот. Так что где-то я продолжаю, где-то я придумал новые пути. Убедитесь сами. 2016 год. Он будет, как бы, можно сказать, да, самой вершиной успеха. Потом еще будет еще 17, 18, 19, потом 40-градостная зима и старение деревьев, и бесконечное калечение мной ради пропитания, то есть срезаем на черенки, на саженцы деревья калечим. Поэтому сейчас вы присутствуете при пике, можно сказать, успеха. В этот момент должны были приехать комиссия международная из Нобелевского комитета, все это засвидетельствовать, затребовать таблицы с метеостанцией, какие были зимы, зафиксировать все это как рекорды бесконечные и торжественно вручить на русскую премию. Но то, что я сделал, сделано, а остальные свои задачи не выполнили. Но пока будем смотреть. В этот раз мы смотрим снизу вверх, потому что я не помню, где я когда сверху вниз листал, это бесконечно, я не помню, где я остановился. Но будем так. Итак, по порядку все подряд, все подряд эти самые, будем с вами, ой, сейчас шторку длину, по-моему, сюда отблески идут. Нет, по-моему, лучше не стало. Ну ладно, хотя бы так. Все подряд смотрим фотографии, так как перескакиваем с одной на другую, это как мой метод. Это как в чужом стране, если вы однажды очнетесь, не зная ее языка каким-то чудом, ну как в фантастических романах. Через год-два вы будете говорить на местном языке, хотя вы не ходили в школу и не изучали. Так и тут, перескакиваем, перескакиваем, тысячи раз, а в сумме в голове начнет откладываться. Фотографии присланы мной, в лесу обнаружена одним из моих учеников яблоня, еще не дикой, она уже полукультурная, явно выращенные семечки, явно сюда занесена птицами была семечка. Вот так она выглядит. Еще у меня есть другие фотографии, как-то их увидите, они, знаете, чем интересны. Они интересны тем, что там, это самый худший вариант, качество плодов, а там будет намного лучше. Так, смотрим дальше. Вот это вот яблони называется Синап Северная, но она немножко как-то стала чуть-чуть другая. Пока про нее больше говорить не буду, надо наблюдать. Вот это то, что вы видите, 428 грамм, это апорт алматинский. Почему мелкий? Ну, влияние по двое, скорее всего. Все-таки прививка на сеянцы сибирской яблоньки или на корневой отводки сибирской яблоньки, а у нее самые плоды, как ногти на ладони, на ваших пальцах. Вот это вот уникальная вещь. Это моя единственная шелковица. Единственная. Она, я ее сильно губил-губил после этого, показал эту фотографию, хотим-хотим, сами укореним, я резал сибирки, высылал. Отдельные успехи были, но моя начинала, начала после этого моя шелковица чахнуть, единственное место для того, чтобы целый сад развести не было. И сейчас она у меня полуживая. Вот, даже не уверен, что до конца восстановится. Много сухих веток. Вот, черешня. Это черешня, которая приспособилась тем, видите, там тряпки. Это не просто тряпки, это я закрывал плоды, не плоды, а, ну да, это самое, плоды, плоды. Это я закрывал от того, чтобы их не съели птицы. Ох, любят, такая она вкусная черешня. Это не очень крупная черешня. Мне ее прислали, наверное, Свирин, который недавно умер. Наверное, Великий или Нижний Новгород. Теряется в памяти. Вот. И я ее назвал Сорокинской, потому что он сказал, что это сада Сорокина, ей 40 лет, откуда черенок пришел ко мне. Вот такая вот дословная. Эту фотографию мне прислал кто-то и сказал, что это черешня в его саду. Вот. Больше ничего про это не помню, кроме того, что это черешня. Вот. Это черешня уже у меня. И это у меня. У меня всего несколько деревьев. Но это точно знаю откуда. Это от боттера. Она самая крупная, самая вкусная. Фактически это дюк, потому что, долго объяснять, у меня есть целые фильмы, есть целые статьи. Там как я вишню превращал в черешню, черешню в вишню. Получилось вот то, что вы видите. Желтая черешня. Она мне в конце концов погибла. Я теперь только смотрю, взыхаю. Вырастить с косточек у меня не было ни сил, ни здоровья. Боднер вырастил. Это от него пошло. Он-то вырастил с косточек, получил вот такие плоды. И мне дал веточки, веточки я вырастил в деревья. Потом они начали одна за другой погибать. Времени, здоровья, сил нет. Возраст, чтобы сохранить хотя бы. Не сохранил. Знаю, у кого она растет в поселке Черемушки. И больше ничего не знаю про нее. А жалко. Только потому, что нет ни сил, ни здоровья. Теряется огромное, ценнейший материал. В прямом смысле теряется. Ну это это самое. Это рука Сергея Железова, моего сына. Я говорю, подержи ветку, я ее фотографирую. Пока была жива. Брянская розовая. Мелкая. Видимо, много поколений выращивали семечек. А мне ее прислали, я перенес на подвое сибирское штамбо вишни. Вот первые урожаи. Слабенькие. Снова черешня Боднера. Вот. Ну вот, видите, теперь получается разное. С разных деревьев разные результаты. Но это все черешни, поверьте. Вот еще один вариант черешни. Вот. Теперь, ну, китайская слива один из вариантов. Сало как сало, что ее пробовать. Вот. Вот. Желтые хапты, это слива с Дальнего Востока. Вот. Даже не будучи привитой, дала сумасшедшего рожая, довольно крупных, вкусных плодов. Видите, что здесь облом. Это ветка висит вертикально вниз, то, что вы видите. Вот здесь ее переломило, она повисла. Вот это, вот она так выглядит. Вот. Жаль, конечно, она тоже чахнет после этого. И нет возможности возродить хотя бы десяток высаженцев таких, таких, таких. Нету, 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 ни денег, ни сил, ни средств, ни помощи нет от государства. Какая же Нобелевская премия? Ни копейки не получил и не получу. Когда-то было так, в отчаянии все это. Виталий, привет. Я сейчас, на одну минуту, я делаю, я перебью, я делаю фильм. Вот прямо сейчас, и тебя голова видят сейчас все на экране. Я, я доделаю фильм, перезвони или ты перезвони, если забуду, ладно? Хорошо. Привет Дальнему Востоку. Извини, ну прямо вот сейчас, ты вот сейчас на экране, и потом в этом фильме себя увидишь. С голым торсом. Все, извини, отключаюсь. Так, один из самых моих верных сторонников, надежных, смотрящих за Дальний Восток, я его так называю. Так, очень плохо вот там в этом году у него, у меня на что была весна холоднючая. У него еще хуже где-то, это самое, еще на 2-3 недели позже все зацветало. И уже июнь, все так плохо, неизвестно чем все это кончится и будет ли урожай. Вот такие разговоры от него последние. Кстати, вот это все краев, вот это слива. А это то, что вверху, а и вот одновременно я снял то, что внизу. Вот, ну это слива под названием Сувенир Востока. А вот я уже второе плодоношение, у меня есть фотография, когда Тимошек фотографировался годом раньше. Она была меньше, и Тимошка была меньше. Замечательная вещь. Вот это вот чудо выросло в саду Леонида Дмитриевича Чернобаева. Его сад является дублером моего. Но пошли уже различия. Однажды я ему подарил веточки сливы с Украины, в Венгерке, и он вырастил нечто другое выросло. Они у него порозовели. Я ходил вокруг этой сливы, вот одна фотография, вот вторая. Я ходил вокруг этой сливы и говорил, ты чего в голову морочишь, это не мое. Он говорит, твое. Я говорю, не мое, а твое. Вот тогда я уже с дуру взял и спросил, на что привел. Он говорит, на абрикос. Ах, на абрикос, воскликнул я. Вот так хлопнулся по лбу. Ну, тогда понятно. Лишний пример существования вегетативной гибридизации. А меня дерьмом все мешается из-за этой вегетативной гибридизации, которая якобы и не существует. Еще вот теперь, знаете, как получилось? Ну, это ладно. Но все равно, вот один вариант расцветки, да, вот второй вариант расцветки. Это все так же сувенировалось только. На разных подвоях вот такие разные вещи. Но нету вегетативной гибридизации, нету, вы понимаете. Персик в саду у Чернобаева. Вот, это уже потомки. Когда-то я ему подарил два персика привитых на межурские абрикосы. А потом он получил рожай, начал выращивать и семечек, и косточек. И тоже получили довольно крупные, вот как на экране. И прививал, но прививал хитрее. Он уже прививал на культурные абрикосы. И тоже у него получилась разновидность как бы. Получился сад-дублер. Там 80% в 90 моих сортов. Из моих, кстати, из моих веточек, из моих саженцев. 90-80. Но уже пошли различия. И это здорово. Таких бы Чернобаев, бы человек в 100, мы бы всю науку бы заменили. Вот. У них даже близко они занимаются этим. Это уже в моем саду. Ага, вот видите, сравните. Вот это мой, а вот это вот сейчас. Ага. Вот видите, получилось. Это из этого. Причем у меня были еще деревья, еще синие. Это персики в моем саду. У меня персики на грани гибели. Подряд две сорокоградусные зимы. Третья пыща сорокоградусная. Не укрывал. И все, и начали чахнуть. В пользу я из этого, как селекция, можно взять выжившую веточку и сказать, вот она самая веточка-моростойка в мире. Раз выдержала, да. Да еще засвела. Вот. Ну и обидно, конечно. Я могу потерять персиковый сад. Надо заниматься, выращивать следующие, эти самые поколения. Я уже дважды выращивал. Один раз вот с таких деревьев, то есть более взрослых, я нарезал ветки и продавал, продавал. А грезал так, что оставались одни эти огрызки вместо саженцев, вместо деревьев взрослых. И они у меня погибли. Ох, радости было. Уже ли твой сад погиб, значит, все, что он тут плел, все это херня. А что я скажу, это и калечил, и калечил, потому что сожгли промышленный сад у меня, пятигектарный. Надо было на что-то жить. Нет бы помочь словом, советом, деньгами. Радость-то какая. И не надо напрягаться, раз уже персики погибли в Сибири, значит, мы можем не пробовать. А сейчас мои персики расползаются по всей России. А уж по европейской России, там им вообще пока еще ни один не удалось заморозить. Хотя никто не укрывает из моих учеников. Вот еще персик. Вот это я не помню, откуда фотография. Может быть, даже не моя. Но тоже персик. И вот это я уже не помню. Эволюция Аронетки-Сибирьки. Знаете, как интересно? Да, я не ученый. Но за такие фотографии, у меня сотни, тысячи, я должен был уже не Нобелевскую, а просто государственную премию получить. Потому что это такое подспорье науки. Представляете, на расстоянии нескольких десятков метров, на разных деревьях, выросших самосевом, я обнаружил вот такие вот спелые плоды. И такие. Согласитесь, что это такой мизер, что это уже точно Сибирька. А вот это как бы Сибирька оккультуренная. А вот еще оккультурение Е, а вот еще, а вот еще. Ну, тут понятно, вот эта кость-семечка могла упасть с культурной, самая правая, с культурной яблони. Правильно? И получится, это такая пронетка. Ну, почти ранетка, да? Вот. А самое интересное, вот это, если смотреть справа, то вторая. Ну, явно, что какое-то дерево, может быть, даже Сибирьку, опылил пипин. Ну, раз из пипина у меня только шафранное. Посмотрите, как получилось. Вот скажите, какая черта Сибирька, вот такая длинная форма. Конечно, это гибрид. И вот я взял, и вот эти, видите, стрелки? Окультуривание, оккультуривание. Вот курсором адрес. Окультуривание, оккультуривание, оккультуривание, оккультуривание. И наоборот, вот с этого можно семена брать, и с этого теперь пошли в левую сторону. Одичание, 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 одичание. Вот это я назвал эволюцией. Ну, мне за это даже бутылку коньякуль никто не поставит, но снимок этот очень нужен будет в будущих учебниках. Господа будущие ученые, которые сейчас еще не знают, что я существую на свете, но вам не придется начинать с нуля. А вот один из них и есть. К сожалению, этот ребенок, который уже умеет косить, бензокосой, который уже сам посадил и сеянцы, и даже полностью садил, пересаживал деревья на последние места, саженцы. Вот. Он деградирует по принципу. Ну, так, кавычки, как деградирует. Что из него получится, мы посмотрим. Начиналось с того, что хотел быть военным, хотел быть пожарником, людей спасать. Несколько дней назад он заявил, он подрос, он быстро ухватил все, что касается компьютеров, этих всех сетей. Вот. Хотя его никто не учил. Ему сейчас 9-9. И вот он сказал, я буду блогером, я буду богатым. Детей этих... Его в том числе запудрили мозги так, что я уже в отчаянии. В Китае существует система, как детей оградить. У нас считается, надо страну нашу погубить. Погубить наше будущее вот этих вот ребят. Вот. А все они вот там вот здесь гении. А выходят из этих, со школ, такие полупридурки, попробовавшие алкоголь, секс, наркотики. Че, я не прав? Посмотрите на эти беснующиеся, когда собирает какой-нибудь придурочный артист, собирает толпу десятки тысяч, и вот они беснуются. Ну вот. Полуживотное. Какое ж там это? Ладно, статическое обрежание. Это ко мне приезжало, приезжало телевидение из Кимирова. Сделали целую серию фильмов. Мы долго с ними это. Вот видите, сколько я им абрикосов подарил. Вот. Мы долго с ними часами записывали, записывали. Получилась целая серия фильмов. Молодцы. Вот. Вот это вот у меня полуабрикосы, ой, получерешни, полувишни. Это уже мои дюки. Вот так они выглядят. Не то время, чтобы подробно рассказывать. Вот. Это я называю золотой запас России. Да, 16-й год. Банки заполнены уникальными семенами. Я надеялся, пригодятся науке. Пригодилось. Только один Ваулин с Челябинского института. Он был директором тогда, в тот момент. Выписал у меня сеянцы мазурских абрикосов. Вырастил, получил рекордные урожаи. Применил мою технологию. Не лезть, не вмешиваться, не обрезать, ничего, даже не поливать. Получил великолепные результаты. И все это благодаря мне, я прямо говорю, благодаря мне. То есть наука подтвердила то, что я внедрил в сознание людей, но еще очень мало. И пока одного ученого, Ваулина. Я надеюсь, не я такой, он дойдет до Нобильской премии. Вот эта фотография сделана, вернее, это практически, это не фотография, это как бы компьютерная такая модель. Это мой друг и ученик Андрей Денисенко по моей просьбе сделал вот такую вот вещь, потому что там, понимаете, какая-то дорога смерти. Когда вы едете, вы видите, подряд несколько памятников стоит погибшим. Это надо снижать скорость, они являются предупреждением, что это там, раз это подряд смерть, смерть, смерть на одном и том же участке дороги, значит, там, где подогенная зона, а наука брезгрево отстранилась от этого, назвав это пара, 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 пара. В общем, это самое покрутитель у виска, и так локо покрутило у виска, у нас у городских сумасшедших, у лозоходцев белокаточка вроде Железова. Я знаю, что когда-то надо прекратить эти миллионы травм, трагедии, инвалидность, смерти, сиротства, чтобы это прекратить, когда-то такие появятся, и будет миллионы вот таких вот на дорогах, миллионы таких знаков. К сожалению, вот, это все уходит, такое будущее. Сейчас вопрос стоит так, деградирует вся страна. Нами командуют такие люди, если умные, то обязательно вор, потому что воров, дураков иногда хотя бы, они же отлавливают, умные воры отлавливают дураков, и в результате мы идем, страна в целом идет к гибели, защищать нечего, мы не нужны. попробуйте вот с этим вылезти в Академию наук, высмеют и все, и проверять не станут. Вот такие дела горькие, но имейте ввиду, растет новое поколение, может где-то у кого-то в голове застрянет, может все-таки это, и не надо будет делать, Андрей Денисин, который по моей просьбе сделал вот этот плакат, вот этот, жуткий плакат, он по крайней мере, пусть у вас застрянет в голове этот плакат, когда-то он может понадобиться, лучше уже не придумать, не придумать. Иногда на дорогах, на равнейших таких участках появляются плакаты, я знаю таких два на трассе Саиногорска Абакан, это один напротив СААЗа почти, алюминиевого завода, второй на въезде в Абакан, и там и там написано осторожно опасный участок, это на равнючем дороге, до горизонта дорога видна, ни одной ямки, ни одной чистейшая дорога, а почему стоит плакат и там бьются постоянно машины, но вот до такого те, кто должны отвечать за нашу жизнь, даже не догадались, догадался пока я один и догадался вслед за мной Денисенко насколько это важно, и с любовью сделал такой плакат, ну что, будем ждать лучших ревен, успеем ли, еще сколько сирот впереди, уличная вишня, сроду никогда не прививалась, на нее я привел персики, вот было удача, неудача, это другой разговор, но то, что она всегда из косточек, всегда, корневых отводков не дает, косточки, косточки, и все равно методом простого отбора, ну, 10 косточек заказали, уже вырастили, ну, 8, она хорошо приживается, так, в смысле, хорошо всходит, ну, пусть даже не 10, пусть даже 8, довели до плодоношения, густо посадили, потом попробовали, парочку оставили, остальные можете убрать, хотя и жалко будет, красота какая, да, и все интересно, мы, когда она созревает, мы все-таки о витаминозах, хоть на рынках и везде, на этих магазинах крупных, везде, завалы этих фруктов, да, отравленных, вот, вроде бы, мы их покупаем понемножку, иногда хочется какую-нибудь диковинку, вроде ананаса, то есть, вроде, хватает в организме витамина, а, черта, два, приходит пара, первая у нас появляются живолости и вот это волочная вишня, и мы жрём, 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 не можем насытиться, с кислинкой, но съедобная, первый голос утоляем с помощью волочной вишни, вот, видите, как, она до сих пор такая редкая в садах, меня это убивает, просто, ладно, один из моих дюков, посмотрите внимательно на листья, вот, кто-то скажет, а, да, это вишня, а, да, вишня, а посмотрите, лист какой на ней, вы когда-нибудь видели вишневые листья, имеется в виду классический вишневый лист, а теперь вспоминаем, какой лист у черешни, да, ну, ровно посередине, здорово, да, мне нравится, вишневые листы, вот, вишневый гибрид, дюк у меня получился следующим образом, я в скелет вишня делал две-три прививки черешни, и у меня плоды преображались, но так как витативной гибридизации не существует, пошлите меня нахер, вот, вспомните этих дам, которые буквально смешали меня и моего брата, хотя, не имея ни малейшего понятия, просто процитировали, причем автора не было вот того этого, из Википедии, что витативная гибридизация это миф и так далее, и так далее, и витативная гибридизация это лженаука, и вот она перед вами, ну, скажите, похоже на дикую вишню, а я всего лишь сюда в скелет, в это, три сорта черешни внедрил, вот, 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 а ее нет, не существует, ну, ничего, смотрите, сейчас у меня через две минуты остановится сам, я здесь фильмы долго не делаю, а именно вот этот фотоаппарат с камерой рассчитан, что через двадцать, на тридцатой минуте отключится, так что будем заканчивать, еще вариант дюка самодельного вегетативного, которого не существует на свете, ущипнули себя, видите, что тут ранец к вас тут уже лежало, как не видеть, сильнее щипайте, вот, это уже львовские сарницы переехали под Красноярск, вот, это, кстати, в данном случае, хотя она немножко, может, такая освещенность, но это амур, вот, это вот фотография от Алексея Ко, вот, это Алексей Ко, Алексей, он, единственный, кто всерьез занялся моей шелковице, я не жалею о количестве шелковицу, я ему высыл, прям зимой черенки, он зимой кумблился укоренить, у него, теперь он лидер в этом вопросе, это я даже сейчас не вспомню, это кто-то придумал вот так укрывать на зиму, интересно, как он будет укрывать позже, когда это, то же дерево подрастет еще, вот, вот тут это же по-моему абрикосы, кто же вот таким путем спасал, не сопрели бы, так, вот это вот плотик висит, чье это, ой, отзовитесь, чья работа, пожалуйста, чье это, так, ну что, ну, понимаете, я не знаю, относится ли к ингивизации, потому что подвой влияет на привой, он должен был уменьшить плоды, все-таки подвой в нем манджурские абрикосы, все абрикосы у меня привиты на манджурские абрикосы, а те с размером, вот как раз вот с этой двухкопейшной монетой, она зараза не только не уменьшается привой, я придумал новую теорию, так не буду сейчас о ней, потому что шпират ткнул, получилось, привил, получилось, а теперь я стреломаю голову, как это могло случиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok